Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Ираном. Чтобы покинуть королевство, дипломатам из Исламской Республики дано 48 часов. Одновременно Эр-Рият эвакуирует сотрудников своей миссии из Тегерана. Отношения между странами обострились после того, как саудовцы казнили 47 человек, среди которых был известный шиитский проповедник Намр-Ан-Нимр. Это привело к волне протестов в Иране, Ираке, Йемене, Ливане и многих других странах. В Тегеране демонстранты напали на посольство и консульство Саудовской Аравии. Тем не менее, разрыв дипломатических отношений в Иране назвали попыткой Эр-Рията прикрыть, цитата, свою огромную ошибку, подчеркнув, что, еще, цитата, замять это дело не удастся. На Западе, в свою очередь, призывают не допустить роста насилия в регионе. В частности, Соединенные Штаты просят Эр-Рият и Тегеран не прерывать прямой диалог. По данным источника агентства Reuters, на это в Саудовской Аравии, которая традиционно считалась одним из основных союзников США, заявили, что Эр-Рият не волнует мнение Вашингтона. Тем временем, протесты в связи с казней проповедника продолжаются. В Бахрейне, власть которого поддержали действия Саудовской Аравии, задержаны несколько человек. Это участники столкновений с полицией и те, кто осуждал казнь в социальных сетях. На фоне нового обострения ситуации на Ближнем Востоке растет нефть. Стоимость барреля марки «Брент» подскочила сразу на 3% до 38,5 доллара. Именно там было совершено нападение на саудовское посольство после казни.